все я к вам вернулась так в общем у меня хорошее настроение я пусть и не специально но бью посуду и жду свою днюху отмечать угрозно борзой я не буду когда моему мужу исполнялось 30 лет я уже запуталась наших возрастах но у нас 4 года разницы вот сколько мне блин тогда господи все забили забили хрен на эту дурацкую тему когда мы уже исполнялось 30 лет я просто уверена что что я видимо дни путаю когда путаю когда это было и где мы отмечали вот поэтому никак не соображу чего как я просто помню что мы вот на одной квартире отмечали мне кажется что ему тогда было 30 но мы тогда не могло 30 лет исполняться потому что мне на тот момент было 26 лет получается да мне потом исполнилось 25 но получается тогда 5 лет разница а у нас 4 года разница так что нет я путаю а вам получается то есть я себя в голове держу эту информацию молчу и как-то глупо выходят как будто я не знаю сколько кому из нас лет значит не тогда не там мы отмечали 30 лет ладно в общем когда мой муж исполняюсь 30 лет он тоже слушал сектор газа мне сегодня 30 лет и в общем так мы прям активно отметили его праздник не скажу что прям очень бурно вот но достаточно достаточно активно и в общем то мне казалось что я в свои 30 просто вот в дрободан напьюсь и такая все и улечу в закат но нет блин у меня ребенок муж я взрослая адекватная женщина и я таки послушаю сектор газа мне сегодня 30 лет но я не пью алкоголь и отмечать я буду адекватно свой праздник пусть для кого-то это покажется скучным но я не буду валяться в оливье меня не будет тошнить они на я напьюсь паленки какой-то от которой мне потом будет плохо я запомню этот праздник а не будет такого ой чё было вчера я не знаю типа я не буду названивать никому по телефону пьяна и так далее то есть вот этих всех вот как вот у некоторых этого не будет вот я отмечу адекватно этот праздник спокойно нормально вот да я послушаю эту песню да я выпью без алкогольного пива или кваса я не буду напиваться потому что я не пью алкоголь и я не буду бурно отмечать день рождения потому что у меня ребенок и я не обращаюсь за помощью к няням потому что не доверяю посторонним людям и ребенок не хочет оставаться с нянями подобный опыт у нас уже был ему не понравилось поэтому опыт этот долго не продлился мы вернулись быстро обратно вот и пробовать больше мы не будем с нянями экспериментировать и бабушки и дедушки у нас находятся далеко поэтому не можем оставить ребенка на бабушек и дедушек и гульбеник плюс ко всему я считаю что мы с мужем и с ребенком одна команда дружбыны такие и я не могу типа типа знаешь я буду днюху отмечать от иди у бабушек сиди не мешай отмечать да ну как-то это звучит я думаю прекрасно можно совместить день рождения и материнство абсолютно все можно совместить какой-то такой звук пищащий пищащий фонящий странный блин сегодня кто-то ломился опять в дверь прям тарабанил прям дико прям чуть ли не выносил дверь но я не успела понять это ко всем в дверь стучали ли только к нам это же а потом услышала голоса внизу и я не поняла это у соседей ниже спрашивали о нас или это просто действительно в каждую дверь заходили по каким-то вопросам но я никого не затапливаю я никого тут не убиваю не ару там громко мы не скандалили мы не кричали все нормально было тихо спокойно мы с ребенком просто собирали школу и мы тогда разбирались с формой я помогала с галстуком поэтому я не полетела открывать дверь и я вообще как бы ну я соседи не топлю если что я воздух выпустила из батареи да даже немножко водички горячие грязные смысле слила все нормально то есть отопление должно быть у соседей все воздух я спустила с труп с батареи с этих я не топлю никого еще раз никого не убивала мы себя вели громко адекватно нормально и вообще я если честно не открываю никому дверь если я никого не жду а все кого жду я всегда знаю что это они мне либо позвонят на телефон либо точно знаю в какое время придет курьер что-то будет он в крайнем случае домофон ну то есть я как бы ну вообще никого сегодня не ждала абсолютно поэтому я не знаю кто то был эти простукивания прозвонки и прочие дребедень меня уже порядком заколебали прям конкретно как-то так вот я не так давно рассказывала о ситуации в городе артем и мальчики которому захотелось в туалет по большому он не успел и опозорился очень сильно его не выпускала учительница из класса и в общем вот эти все моменты будут то когда учителя не выпускают из класса в туалет какие ситуации стрёмные были у меня у меня даже было пару раз что тоже одноклассники уписались это было в первом классе и во втором по моему это ужасно это ужасно когда не выпускают учитель ребенка в туалет и так далее это вообще вся эта история она ужасна вот я уже много раз об этом рассказывала я рассказывала как это было у нас в школе у меня когда меня пытались не выпускать но со мной где сядешь там и встанешь поэтому я спокойно могла забить хрен на то что меня не выпускают и все равно пойти я рассказывала ситуация когда говорили на ведро сходи не выпускали категорически закрывали кабинет это вообще стрёмная жесть жесткая стрёмь вот блин не могу нормально а улыбаться из этих аллергических волок если что это не герпес это аллергия на косметику расскажу в пустых баночках на что же у меня возникла такая аллергия вот и в общем то не так давно мне бабушка рассказывала историю что подобную ситуацию попал сын аллы пугачёвой ко всему прочему хочу сказать что сын аллы пугачёвой улиц учится не в абы какой школе а в элитной школе и он попал в ситуацию когда мало того что ребенка не выпустили в туалет он уписался и когда она проходила мимо ребенка аллы пугачёвой это учительница сказала фу почему здесь так воняет и мальчик отгавкнулся что-то на нее она его ударила за это вы представляете какая жопа теперь это училка прячется не выходит вообще ни с кем на связь зашухарилась затихарилась вот я вообще в шоке во первых ты работаешь в школе с детьми это дети это маленькие дети в любом случае во вторых это элитная школа эта школа ордить родители эта школа с детьми у которых известные знаменитые родители я не знаю чем она думала когда она поступила так так поступать с любым ребенком ужасно но дело в том что она должна была понимать что если она так поступать с ребенком аллы пугачёвой то я это так точно не оставит это не ребенок какого-нибудь вася пупкина который где-то до хрен забьет или не сможет ничего вообще ей не сделать не добиться это сын аллы пугачёвой мне кажется что она с нее три шкуры издерется этот поступок и в любом случае не выпускать ребенка по 50 первоклассника второклассника в любом возрасте не отпустить в туалет еще и ребенок уделался да и ты еще мимо проходишь и вместо того чтобы как-то помочь ты говоришь фу здесь так воняет и бьешь его за то что он отгавкнулся да ты заслужила что он отгавкнулся и вообще я ребенка всегда учу можно не можно если тебе надо лучше конечно сходить на перемене но если так случилось что надо на уроке отпросился не выпускают извинился и все равно пошел потому что ну как это вот как это не выпускать и много кто пишет надо приносить справку что ребенка не держание конь и держание ребят ну всему взрослые адекватные люди и у всех нас иногда бывает да тоже диарея и происходит она резко и неожиданно вот так раз и все вы здравствуйте забурлила в животе скрутила и где тут туалет вся как в жизни бывает тоже были моменты когда пересидела тоже на холодном в общественном транспорте были очень холодные сидения пересидела потом часто в туалет по маленькому бегала чуть ли глаза на лоб не лезли когда она холодно в на холоде стоишь два часа на остановке тебе очень надо в туалет аж глаза аж туда лезут стоишь думаешь замерзла думаешь нет не дай бог сейчас что-то случится и держишь это в себе как не знаю кто вот бежишь потом как гончат домой но я взрослый человек а это дети они еще не умеют так терпеть они не готовы к этому и почему ребенок должен терпеть учитель же он все равно я уже рассказывала он же если ему приспичит он же все равно выйдет в туалет типа журнал надо занести еще что-то но у нас так делали учителя но это логично логику включить как бы канджи не будет терпеть пойдет исходит если ему сильно надо вдруг а детей нельзя видите ли выпускать потому что якобы они несут за детей ответственность ребят мои дорогие когда вы выгоняете детей с классом или не пускаете за опоздание вы бы тогда на тот момент вспоминали о том что вы несете за них ответственность уголовным а не тогда когда ребенок отпросился в туалет вот такая вот ужасная история вот такие вот пирожили вот давайте расскажу кого не так давно смотрела заходила на канал где они диана это которая диана лёша лайф это которая сейчас подписана мисс вонг это та самая которая племянница самбелла заходила также к самбеллу вот посетила его тоже посмотрела как у него сейчас дела чем он сейчас живет конечно мне очень нравилось когда к нему приезжала мама еще в те в те в те в те далекие времена мне очень нравились его посиделки с лёши его песни рисую и об этой песне узнала только когда успел лёша потом я зашла в этот самый господи потом я зашла я зашла в интернет нашла эту песню и нашла я эту песню в исполнении одного просто замечательнейшего замечательнейшего певца вот замечательнейшего исполнителя от которого я в восторге теперь вот я нашла эту песню конкретно в исполнении что такое что за уведомление да ёлки-палки куда делась длину что ли я им тарс бусулис мне очень нравится в его исполнении я так понимаю он латыш не его исполнение мне нравится больше всего эта песня об этой песне я узнала именно когда я спел лёши до этого я никогда не слышу а потом начал слушать в разных абсолютно исполнениях в разных исполнениях послушала мне и забыла как зовут певцам еще в советские времена спел тоже очень-очень понравилось но там он очень быстро так я рисую я тебя рисую я тебя рисую сидя у окна то есть он как-то так вот как-то то есть если интерс бусулис пел ее как-то вот ну с большим количеством милизмов да то тут более так вот ровно 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 четко пел человек я не помню как его просто зовут ну как бы если зайду сейчас к себе в аккаунт на youtube я могу посмотреть как его зовут в принципе мне очень нравилось когда он гулял с коле например они там ходили на какие-то распродажи по магазинам одеться я ак юала я тебя рисую вот его исполнение тоже мне нравится и тоже очень много витольд петровский много девушек тоже исполняла на всяких конкурсах эту песню поэтому я потом в очень многих разных исполнениях и услышала но я ак я ак юала вот и вот интерс бусулис мне нравится больше всего какое исполняют два совершенно разных исполнения но оба очень очень клёвые и оба имеют место быть и я не могу даже поделить первое место для них в смысле кому-то отдать второе кому-то первое не могу оба для меня очень классные мне очень нравится как сама ходила в театр что он там снимал как он снимал лэсю я помню лэся долго противилась даже инстаграму говорила есть на фейсбуке а потом все таки открыла даже свой канал на ютубе подписалась смотрела ее мне очень нравится как самуэл ходил там какие-то там я не знаю на шашлыки на какие-то праздники как они вот с лёшей с лэсей и так далее вот как они по кафешкам всяким ходили как они разбирали посылки от зрителей мне нравилось и тот период когда они общались с кристиной и с юлей мне очень радости все времена и с огромным удовольствием смотря всех путешествий а всех вот эти вот посиделки с юлей дома посиделки и мне очень жаль что этого всего сейчас нет на его канале мне очень нравится когда еще в те далекие времена к нему мама приезжала когда она еще не болела и жила в мелитополе я с огромным удовольствием смотрела я не могу сказать что мне сейчас не нравится самуэл просто сейчас конечно же жизнь у всех меняется течение жизни качество жизни то как она происходит вообще все 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 естественно меняется в жизни вот люди которые нас окружают наш быт меняется все меняется я согласна просто сейчас по-другому да сейчас у него и квартира еще новая появилась я очень поражена была его отношениям конечно же все меняется это это логично и квартира поменялась да там новую квартиру купил ремонт сделал и в старой сделал ремонт я смотрела еще до ремонта в старой квартире как у него все происходило вот и у дианы все меняется я заходила на их первые видео смотрела как как у них все начиналось я уже заходила к ним где-то года год года полтора тому назад смотреть их первые видео вот и вот сейчас тоже не так давно заходила к ним посмотрела еще немножечко их таких вот начала их блогерской карьеры и мне очень нравились они когда они были именно диана лёша лайф когда они вместе снимались часто как-то все-таки больше детище дианы канала больше каналом занимается диана чем лёша или чем вместе они да а мне бы хотелось чаще смотреть не только на диану но и на них вместе теперь она назвала канал мисс вонг также как и ее инстаграм аккаунт да а не диана лёша лайф как это все изначально вообще было и это странно потому что мисс это это не замужняя женщина вонг это уже какая-то кореянка и я не знаю я понимаю что возможно она увлекается этой культурой но это странно немного я тоже кстати увлекается этой культурой мне нравится дарамы и все такое прочее вот но я не называю себя мисс вонг вот в общем то как то так дальше 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 что хотела рассказать я также посмотрела на в общем а еще меня у меня очень сильно поражало отношение сам вела к коту он к нему так трепетно относился и плакал когда там долго куда-то уезжал там в отпуск все такое соскучивался даже плакал за ним я вижу как он заботится о нём сильно сколько он всего ему покупает и всякие лежаночки и корма и так и сяк то есть по-разному я вижу как он заботит его заботы и о других там об уличных животных как он пристраивает как он ветеринарку водит платьице это все это всегда очень поражало я очень смялась его сценки про и про таню на 8 марта и про таню как она в ванной купалась и там рассказывала как ей тяжело жилось и про не раскрывшийся писюнчик эдикки и так далее я ржала в голосину у него своеобразный юмор как он трусы выкидывал с балкона а потом их искал и это застал сосед и говорит а что ты делал на улице он горит трусы упали за балкона их искал говорит насмеялась своеобразный юмор но мне он очень нравится его юмор сэмвел клёвый конечно парень мужчинам вот так что зашла к ним на канал и заходила на канал и просто от я не ну как это трепетно вот это отношение к животным да коту к своему это умиляет но наверно пока у тебя нет своего питомца ты так это не понимаешь да вот у нас когда появился бубу я сама по нему бывает вот целый день нас нет или там уехали утром да нас целый день нет ночь нет и на следующий день нас нет целый день и ближе к ночи мы приезжаем то есть нас не было два дня и одну ночь да и мы приезжаем я просто лечу к коту насколько то есть соскучилась вот и демир тоже насколько он соскучился и мяу-мяу и мур-мур и трется и облизывает соскучился вот и то есть понимаешь тоже вот отношения вот это посмотрела канал его нецка про ее ремонт что там и там денег на не хватило что завершить ремонт что как ее там кинули в плане там потолков там чего-то такого дам по моему или потолков или проводки я уже не помню вот посмотрела что ее девушка к себе забрала поселила с ее пятью котами и кошками вот хотя у нее там собака да у самой поселила я у себя с ними со всеми вот а свозила ее на отдых как она за ней ухаживать сделала и предложение сказала как бы ну будут деньги доделаешь свой ремонт как вода и так далее сейчас вот нечего тратить деньги на съемные квартиры переезжай ко мне это так мило я наблюдаю за их отношениями за их пары ну по мере того что показывает сама Жанночка вот я смотрю ее видео мне очень нравится я ни у кого не смотрю вот эти вот все парикмахерские обзоры там трэш обзоры все эти парикмахерские реакции и так далее кроме как у Жанны мне потому что у нее очень нравится я хоть и парикмахер но я вот эти все реакции на парикмахерские видео давно не смотрю смотрю только у Жанны у Жанны очень нравится смотрю ее советы по уходу за волосами ее мнение касаемо тех или иных вопросов мне нравится она умничка вот смотрю как идет ее жизнь вот где чего как где там она как сходит ходит на бьюти процедуры там всякие трэш-салоны и так далее мне это все интересно у Жанны очень интересная подача поэтому я желаю ей только развития канала большей уверенности счастья женского счастья семейного вот счастье просто по жизни по-человечески как можно больше счастья здоровец или устремленности она большая молодец я надеюсь что если она еще не закончила свой ремонт что обязательно у нее будет при приплыв денег вот волна такая что она сможет наконец-то закончить свой ремонт я очень люблю за ним наблюдать она большая молодец человек с большим сердцем потому что приютить пять животных некоторые из которых являются инвалидами я не поняла там одна кошечка инвалид без глазика или есть еще животные инвалиды но она подбирала своих животных с улицы она их спасла она подкармливает и лечит других беспризорных так сказать животных вот пристраивает поэтому она большая умница она чек с большим сердцем и работает и и ремонт делает и отношения развиваются своя половиночка второе и все успевает большая умничка вот очень интересно смотреть очень интересная ее так сказать позиция по жизни с удовольствием слушаю и ее личные истории и ее какие-то позиции и мнения на тот или иной счет очень интересная девушка поэтому с удовольствием смотрю вот заходила к бабе алене нине и старой перечнице баба алена очень удивила как всегда она в неочередной раз удалила свой контент уже в который раз она 350 раз уже успела создать новый канал удалить новый канал ей 350 раз уже заблокировали новый канал открывала новый instagram пробовала мукбанги заливать на канал на ютубе а какие-то истории поездки еще что-то что-то коротенькое в instagram stories потом она просто снимала сделала канал влоговым потом похудать похудительным каким-то похудательным каналом то есть я нахудела рассказывала о пп какие-то пп мукбанги потом она 350 раз все это удаляла меняла название и мне кажется у человека я не знаю но у тебя уже есть канал развивай его у тебя уже есть определенное количество просмотров зачем вот эта дурью маяться то потом она меня обсирала за то что я снимаю вертикально она решила сама снимать вертикально создала для этого отдельный канал старый канал решила удалить новый канал заблокировали она осталась на старом она 350 раз удаляла мукбанги потому что она была слишком злой и сквернословный на предыдущих мукбангах поэтому она поудаляла все свое видео и решила сыграть в добродушную дамочку но у нее долго не получилось и в общем я не понимаю этого человека она постоянно удаляет свой контент и заливает туда то новое то так сказать новое хорошо забытое старое то у нее влоговый канал то канал мукбангов то она худеет то еще что-нибудь в общем я не понимаю то она горизонтально хочет снимать то вертикально то и так нравится то и так я не понимаю чего человек хочет к чему она движется к чему она стремится теперь она начали снимать smr опять она все удалила в ипостаси smr я не понимаю когда она наклеивать себе ногти из фикс прайса и стучит вот так вот по предметам этого я не понимаю но когда она сняла видео smr когда она пошла на природу когда она ехала в трамвае когда она переоделась и подкрасилась как будто она кошечка мне было очень интересно это прям такое ролевое smr мне понравилось когда она была в роли мастера вот там ремонт совести по моему делала или души чего-то такого мне тоже очень понравилось это тоже было ролевое smr вот как-то так вот это мне очень понравилось остальным пока я не понимаю эти smr и плюс у нее же реклама если бы она сделала рекламу в начале видео например и в конце видео тогда да а когда она посередине видео то есть ты пытаешься расслабиться получается и тут бух реклама и короче но немножечко не то чего хотелось бы не хочется на smr видео видеть рекламу особенно какую-то прям громкую агрессивную да посередине видео или хотя бы там я не знаю две рекламы в начале видео 2 в конце 2 посередине хотя бы так как-то а так получается врубается резко реклама я пугаюсь и я не могу расслабиться не могу послушать спокойно но вот то есть мне очень понравился муку муха smr с природы с трамваем где она в амплуа кошечки в амплуа ремонтницы это мне очень понравилось я прям удивлена мне реально было интересно это посмотреть вот но я не понимаю почему она постоянно удаляет контент я бы не удаляла я поставила абсолютно все видно я так и делаю я абсолютно все видео на месте бы оставила все 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 все, которые есть и когда-либо были, я бы абсолютно ничего не удаляла, потому что это логично, что человек меняется, меняются его вкусы, меняются его желания, предпочтения, меняется то, что он хочет снимать, если это блогер, меняется видение, меняется какое-то мнение и так далее, все равно с возрастом, потому что человек, который всю жизнь думает одинаково, это человек, который не развивается, не меняется и так далее, это уже ненормально. Естественно, что она меняется, развивается и мнение ее меняется, это нормально. Поэтому я не понимаю, зачем она каждый раз заводит новый канал, удаляет старый, та же история подобная с Инстаграмом. Я этого не понимаю, у меня такое ощущение, что ей то ли скучно, то ли слишком много свободного времени, то ли у нее биболярка какая-то, она все никак найти себя не может, хотя в 35 уже пора бы. То есть вот этот момент мне непонятен. Мне непонятна старая перечница, которая удалила нахрен весь ее контент. То ли ей резко стало стыдно за ее позорные пародии, потому что они реально были позорные. Ну понимаете, когда ты просто одеваешься, ну как идиотка, и делаешь какие-нибудь вещи в духе и дебильным голосом, то есть дебильные вот эти какие-то ужинки, дебильные пародии, то ли ей резко стало стыдно за них, то ли ей резко стало стыдно за какие-то свои мнения, что она говорила, когда бы то ни было, за то, что она снимала, возможно, стало стыдно. Либо она решила начать новую жизнь таким образом, но она совершенно перестала снимать мукбанги, пародии. Она удалила весь свой контент, снимает теперь только обзоры на косметику какую-то и снимает рецепты, я так понимаю, рецепты я просто не смотрела, в видео, одно из новых видео, где она подстриглась, волосы стали более натурального оттенка, более такие вот пшеничные, карамельные, нежели чем блонд, как раньше, да. Мне кажется, что она похудела, она стала выглядеть не то чтобы старше, она стала выглядеть более стильно, более серьезно, что ли, более женственно, вот, то есть такое ощущение, что она нашла себя, нашла свой стиль. Я вижу какой-то новый интерьер, как мне кажется, вот, либо это они там сделали ремонт у себя в квартире с родителями, либо она переехала, возможно, к какому-то молодому человеку, я так прочитала по комментариям, что вроде как у него парень какой-то появился. Возможно, парень против ее канала, поэтому она сменила его название, сменила абсолютно полностью контент, удалила все видео, чтобы, может, он ее не нашел, может, он против его канала, и поэтому она, как бы, типа, не палится, вот, я не знаю. Это так странно, потому что если бы я была одна, снимала бы видео, и мне бы запретил мой молодой человек снимать видео, я бы, наверное, послала своего молодого человека, потому что это мое хобби, это моя жизнь, мне это очень нравится. И если я этого лишусь, то в следующий раз он попросит меня лишиться чего-то еще, что мне нравится, что для меня важно, а это для меня неприемлемо. Это как когда-то один молодой человек спросил у меня, говорит, вот если мне не нравится какая-то у тебя вещь, говорит, как ты считаешь, забота ли это, если я, говорит, ее из тебя сниму, но подарю тебе что-то новое. Ну, то есть, как бы, попрошу не носить это больше, там, выбросить, не носить и так далее, но взамен куплю тебе что-то новое, может, даже не одну вещь. Я сказала, что для меня это не забота, для меня это плохо, потому что тогда ты меня унижаешь, ты унижаешь мой вкус, ты не даешь мне носить вещи, которые, получается, да, по сути, которые мне нравятся, которые я бы хотела носить, ты мне не даешь их носить. То есть, ты не принимаешь меня, ты не принимаешь мой вкус, мою я, потому что, если я это на себя надела, значит, это мой вкус, мою я, значит, это мне нравится. И ты мне, получается, как бы, да, запрещаешь это носить, это ненормально, это не забота, это не про заботу. Вот. Но, опять же, у меня немножко другая ситуация, потому что мне очень сильно нравилось смотреть на блогеров на ютубе, и муж мне сам предложил, говорит, почему бы тебе не снимать само видео, ведь ты же хочешь, я это вижу. И я хотела, но я очень сильно стеснялась, я переживала. Как бы писать посты в инстаграме, которые можно хоть 10 раз редактировать, и писать их в любое время, это одно, выставляя красивые картинки, совсем другое, разговаривать с камерой, выставлять эти видео на обзор другим людям, ведь они могут и гадости писать, и пишут, вот, и так далее. Это уже совсем другое, это более рисково, но я решилась, поэтому как-то так. Я заглянула к Нине, пиратская жизнь, но расскажу вам об этом уже в другой раз, потому что долго мы с вами болтаем. Вот, давайте поговорим о других, давайте поговорим о других блогерах в другой раз уже, наверное. Вот, сейчас пробачьте, все, давайте поговорим о других блогерах уже в другой раз, вот, что я о них думаю, кого смотрю, не смотрю, и начнем с вами в следующий раз с Ниной, пиратская жизнь. Я сразу скажу, что никого я засирать из них не буду, потому что Нину, пиратскую жизнь я люблю, и Нину, и Вовчика, их канал мне очень нравится, и я их часто смотрю, даже 5-часовые стримы, мне нравятся. Я желаю ребятам только удачи, развития, семейного благополучия, взаимопонимания в семье. Все, до новых встреч, друзья мои, пока-пока-пока, ну, и как я уже всегда говорила, что на каждого блогера обязательно найдется своя аудитория. Никто не обязан нравиться всем, но обязательно будет своя аудитория у каждого, кто решит заниматься блогерством, я в этом более чем уверена, потому что так не может быть, чтобы был человек, никому не нравился. Так не бывает, пока!